И сейчас я хочу вам несколько вещей сказать, про которые имеет смысл подумать, для того, чтобы обнаружить в себе эти жизненные силы, которые у вас, безусловно, есть. Прежде всего, я бы исходил из главного правила нашего времени. Главное правило состоит в следующем. Мир, в котором мы оказались, требует от человека совершенно другого отношения к самому себе. Это, наверное, сложно понять совсем умозрительно, но просто задумайтесь, представьте себе. Раньше мы жили в мире, мы, ну, люди жили, в мире, в котором им вменялись задачи. Они вменялись им самым разным образом. Они могли вменяться обстоятельствами. То есть, что-то происходит, и они должны с этим бороться. Началась война. Кому на фронт, кому в тыл. И тем и другим плохо. Потому что в тылу работают 24 часа, на фронте гибниют 24 часа. Вмененные обстоятельства. На счастье, мы сейчас находимся в мире, в котором такие большие катаклизмы, которые бы нас всех вместе одновременно ставили бы в положение крайне дискомфортное. На счастье, их нет. Значит, это были внешние обстоятельства. Инфекции. Вот сейчас мы ходим тут, переживаем по поводу ковида. Но какая-нибудь испанка косила просто миллионы людей. И ничего с этим невозможно было сделать. Понимаете? Точно так же по городам хотели люди в масках. По мегаполисам. Просто потом эта традиция временно была отменена. Но вот видите, она возвращается. Значит, поэтому... Значит, вот какие обстоятельства вменяли нам потребность что-то делать, что-то бороться. Значит, в целом, экономический уровень у людей, да, он не самый идеальный сейчас, особенно на фоне кризиса и так далее. Но он значительно лучше, чем это было во времени, когда вы не могли взять кредиты, купить дома в ипотеку и так далее. Ну, то есть, на самом деле, при том, что это не самая, может быть, веселая история, но доступ людей к благам, он выше. Раньше, для того, чтобы вы получили что-то в этой жизни, нужно было прыгать через собственную голову. Значит, вот я помню телефон, чтобы получить, чтобы у тебя в квартире стоял телефон, это была целая эпопея. Вот. У нас был один телефон на лестничной клетке долгое время, был поставлен разведчику. Вот. У нас был отставной разведчик, ему поставили телефон. Вот. Но это, видимо, была тайна, что он разведчик. Вот. Но он учил меня английскому языку. Вот. Да. Юрий Николаевич такой замечательный. Ну, неважно. В общем, короче говоря, нам поставили телефон по какому-то тоже было. Тут какие-то кучи каких-то вещей. Надо было прыгать через голову, чтобы просто иметь дома какой-то рыжий ящик с свертящимся диском. Вот. Сейчас мы не понимаем, что... То же самое касалось и работы. Вы... Не так-то просто было получить работу, которая позволяла вам расти. Вот вас отправили куда-нибудь по распределению. Потому что всех раньше после институтов отправляли по распределению. Тебя опасает какой-нибудь? И там что сделать, чтобы ты из этого всего распределения, так сказать, случайного превратился в некий особенный случай. Вот. То есть нам... И плюс были, конечно, идеологии, которые очень давила, требовала, организовывала. Вот. Было понятно, что правильно, что неправильно. Крошка сын к отцу пришел и сказала кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас, господи, уже... Да, я даже боюсь этого вопроса, понимаете. Если крошка спросит, что же мне надо сказать. Чтобы так никого не обидеть и между струй пройти. Вот. Поэтому, да, мы живем в мире, в котором потерялись вот эти вот... Я не говорю, что это плохо. Вот. Я говорю, что вот эти ограничения, которые раньше людей, как бы, организовывали и направляли. И у людей было все понятно, что правильно, что неправильно, что надо, что не надо. Вот. Куда двигаться, там, и так далее. Что ценить, что наоборот. Вот. Сейчас этих организующих вещей нет. То есть мы оказались в мире свободы. И если раньше за то, что будет творить мой мозг, отвечало социальное братье, которое этот мой мозг компасировало, организовывало, направляло, мотивировало, пугало и прочее, прочее, то сейчас нету таких внешних рамок, которые заставят ваши мозги организовываться. Что получается, когда наши мозги попадают в ситуацию, когда вот у этих организующих нас, как у китайцев, вот, вот, китайцы прут, понимаете, были 30 лет, когда там началась, 70-х, эта китайская модель-то заработала, понимаете, был вообще народ, ну, не то, что отстал, но китайская революция, вот эта знаменитая культурная, вот, ну, слушайте, это же просто было вообще ханали. Это наша революция была просто, гуляли, так сказать, пирожными, вот, а у них там уже убивали просто все на свете, что это только не в опыте, вот, но дикие были люди, вот, сейчас даже там неприлично про это говорить, они боятся вспоминать, вот, но что они совершили, какой невероятный прорыв, понимаете, они, американцев уже обладают по искусственному интеллекту, по генной инженерии, по этим, как его, ну, просто по росту этому производству, там, и так далее, это 5G они придумали раньше всех, на секундочку, никто не будьте, они придумали 5G, не Гейтс, если кто-то думает, что это он всех нас побеждает, вот, да, почему, потому что жестко организованы, понимаете, и не надо думать, вот те, все, цель, видишь, зала числа, организовали, шаг лево, шаг право, попытка к бегству, расстрел на месте, все, и очень живенько, все происходит, я не за, я просто говорю, что, когда есть эти внешние обстоятельства, конкретному человеку проще организовать свою жизнь, организовать свое представление о том, кто он, что он, что ему надо, что для него важно, куда ему двигаться, там, и так далее, мы оказались в ситуации, когда у нас, как бы, отпустили эти, знаете, вот, когда строят эту, фундамент, там, строят такую опалубку, да, опалубку называется, и туалет цемент льют, вот, в такие, между деревяшками, и он там застывает, и стоит потом, деревяшки мы убираем, стоит плита, все, заморожено, там, заделан, а у нас там кисель налили, мозги очень похожи на кисель, я вам должен сказать, ну, такой плотный, но кисель, такой, второго дня, и мы вынули оттуда, думали, что будет стоять, а оно все потекло, вот, и главное, что мы должны сейчас понимать, что мы, перед нами вызов, который заключается в том, что кто-то из нас, обладая нужными знаниями, сможет организовать свое вот это жилье, значит, во что-то функциональное, да, и когда работа нашей ретикулярной формации, даже, может быть, не слишком гиперактивной, но правильно использованной, позволит нам действительно и добиваться большего, и чувствовать себя лучше, и социальные связи иметь более для нас дорогие и ценные, да, вот, или мы не сможем, потому что мы просто лишенные этой опалубки, не имея этой структуры внешней, не сможем организоваться изнутри. Знание о мозге, знание о том, как мы с вами устроены, это главное сейчас, что нужно изучать в школе, что нужно изучать в институте, что нужно изучать на любом рабочем месте. Я работаю в крупной компании, и чем я занимаюсь? Я улучшаю производственные процессы тем, что я рассказываю, как организовать мозги. Все, сразу, понимаете, все. Поэтому это сейчас ключевое знание, и поэтому я считаю, что это вообще просто самое главное сейчас и для меня миссия рассказать про это с точки зрения практического интереса, с точки зрения практического результата, да, не просто праздной развлекательной лекции, про то, чтобы отдавать мозги, они все помнят, боже, боже, там, и так далее. Ни хрена, они не помнят. У меня ничего не помнят, ни у кого ничего не помнят, не надо обольщаться. Шутка такая, но правда. Поэтому идея моя состоит в том, что сейчас ключевым фактором, обеспечивающим вам жизненный успех, я написал про это целую книжку, называется «Красная таблетка-2», достижение целей, что невозможно без мышления, поэтому я написал книжку, например, «В чертоге разума», без умения строить социальные связи, которые будут вас поддерживать на плаву и создавать ощущение осмысленности вашего существования, потому что единственное, что делает нас по-настоящему счастливыми, это потребность в нас со стороны других людей и их благодарность к нам за то, что мы для них делаем. Вот эта вовлеченность, это такая обратная связь, это следующее. Я про это написал вообще гору книжек всяких разных. Но если вы просто все сконцентрировали, то начинать, конечно, нужно, что называется, с тех самых серых керлеточек, как там Эркюль Пуаро, дайте мне серые керлеточки почесать, которые и составляют основную структуру нашего мозга. Именно про это вы и узнаете, если пойдете на курс КТ-онлайн, который предлагает набор занятий, в которых вы получаете как теоретическую часть, так вы получаете и очень подробные инструкции, что нужно сделать для того, чтобы эта теория превратилась в знание, в тот опыт, который вы способны спровоцировать на свою собственную жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...